Телекомпания «Эфир» представляет. 30 лет в «Эфире». 15 апреля 1991-го. Рождение малого предприятия «Эфир». Начало 90-х. Эпоха кооперативов. Рождение предпринимательства совпало с рождением «Эфира». Вид деятельности малого предприятия – строительство и эксплуатация радиотелепередающих станций на территории Татарстана. 8 июня 1992-го. Первый выход в «Эфир». Рождение информационной программы «Город». Тесная редакция в помещении университетского телецентра КГУ, где в любое время дня и ночи кипит жизнь. И такая же тесная студия на телевышке в Кировском районе. Отсюда мы выходим в «Эфир». Новости в «Эфире» сразу привлекают внимание жителей Казани, потому что это остро, задорно и весело. 1994-й. Создание дочерних телестанций в Бугольме, Лениногорске, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе и Заинске. Нас теперь знают далеко за пределами Казани. Апрель 1995-го. Пролетарская, 17. Переезд в собственное здание. Первые субботники. Освоение новой территории. Новое всё. Студия, редакции, оборудование. Первое августа 1995-го. Первый визит первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. «Эфир» к этому времени входит в топ-10 сильнейших негосударственных телестанций СНГ. 7 июня 1996-го. Нам пять лет, первый юбилей и первые победы. Шоу на площади у Театра Камала в честь пятилетия «Эфира», несмотря на проливной дождь, собирает 50 тысяч человек. Осень 1997-го. Первые победы. На фестивале ТВ-6 в Зургуте программы «Город» и «Республика» завоёвывают Гран-при. 20 сентября 1998-го. Установка собственной телевышки. Верхний услов. Установлена первая частная телевышка в России. Зона уверенного приёма эфировского сигнала расширяется до 80 километров. Уходит в прошлая эпоха самодельных антенн для приёма канала «Эфир». 6 ноября 1998-го. Эфир «Телекомпания года». Национальная ассоциация телевещателей России признаёт эфир лучшей региональной телекомпанией 1998-го года. Этого звания «Эфир» за свою историю будет удостоен четырежды. Мы вещаем круглосуточно. Собственные программы составают 40 часов в неделю. Нас уже 380 человек. 3 июня 1999-го. Открытие новой студии. Построен новый съёмочный павильон, дающий возможность проводить ток-шоу. На церемонии открытия присутствует ментимершая миф. Сентябрь 2002-го. Конкурс «Тэфи-регион». Победа сразу в двух номинациях. Город – лучшая информационная программа. Айгуль Мерзаянова – лучшая ведущая. Всего в коллекции эфира 5 бронзовых орфеев. 13 ноября 2003-го. «Тэфи» получает генеральный директор телекомпании Андрей Григорьев. За личный вклад в развитие регионального телевидения. 18 июня 2007-го. Торжественный запуск цифрового вещания в Татарстане. Оператор «Радиотелеком». Именно «Эфир» стал пионером в распространении цифрового телевидения на территории Татарстана. 15 апреля 2011-го. Юбилейные торжества по случаю 20-летия телекомпании «Эфир». Почетный гость – президент Рустам Миниханов. Звание «Заслуженный экономист Татарстана» присвоено генеральному директору «Эфира» Гульсии Яхиной. Звание «Заслуженный работник культуры Татарстана» – журналисту Ольге Лавровой. Общее количество работников предприятий группы компаний «Эфир» к тому времени составляет уже 662 человека. 20 августа 2013-го. Рождение «Эфир-24». Быстрее, масштабнее, чаще. Три принципа, на которых строит свою политику новый круглосуточный кабельный канал «Эфир-24». Каждый час – выпуски региональных новостей плюс федеральные новости. А также информационные, аналитические программы и документальные фильмы обо всём на свете. Ноябрь 2014-го. Переход на производство и вещание телевизионных программ канала «Эфир» в формате высокой чёткости «HD». Январь 2015-го. Новое свершение и победы. Премию правительства России в области СМИ за многолетнее удержание лидерских позиций вручает лично премьер Дмитрий Медведев. Июнь 2016-го. Запуск телеканала «Татарстан-24». На базе телеканалов «Эфир-24» и «КЗН». При поддержке президента Республики Татарстан. Август 2016-го. Телеканал празднует 25-летие. Эфиру 25. Коллектив телеканала получает благодарственное письмо президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Генеральному продюсеру телеканала Алексею Усанову. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций». Январь 2019-го. Телеканал «Эфир» переходит на стопроцентное самопрограммирование. Теперь «Эфир» сам определяет свою программную политику. Для этого каналу не нужны сетевые партнеры. Октябрь 2020-го. «Эфир» — обязательный общедоступный канал в Казани. «Эфир» выиграл право размещения на 22-й кнопке кабельного вещания. Став муниципальным, обязательным, общедоступным каналом в Казани. Телеканал «Эфир» — 30 лет побед и свершений. Знай наших!